Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы с вами поговорим о цветах на иврите. Для этого мы воспользуемся страницей самого большого в сети русско-евритского разговорника. Итак, если мы хотим спросить, какой цвет, какого цвета, мы спросим МААЦЕВА. Дословно это переводится, что за цвет. Слово ЦЕВА на иврите это краска и цвет, одно и то же слово. То есть МАЦЕВА можно еще перевести, что за краска, какая краска, тоже может быть. Во множественном числе ЦВАИМ это цвета, оттенок на иврите ГАВАН, оттенки ГВАНИМ. Теперь, чтобы мы почувствовали разницу в использовании слов. Если будет сказано ЦЕВА ЛЕ СЕАР, то мы поймем, что это краска для волос. Если будет сказано ЦЕВА СЕАР или ЦЕВА ШЕЛЬ СЕАР, то это будет цвет волос. Аналогично. ЦЕВА ЛЕ КЕРОТ, это краска для стен. ЦЕВА КЕРОТ или ЦЕВА А КЕРОТ или ЦЕВА ШЕЛЬ КЕРОТ, это цвет стен. Теперь, каким образом нам удобно и просто решить проблему с обозначением цвета на иврите, даже для начинающих. Если вы хотите, например, сказать СТОЛ БЕЛОГО ЦВЕТА, БЕЛЫЙ СТОЛ. Самый простой вариант для начинающих сказать так ШУЛЬ ХАН, СТОЛ. БЕЦЕВА, БЕЦЕВА это В ЦВЕТЕ или ЦВЕТА. И дальше вы добавляете нужное вам слово, если БЕЛОГО, вы скажете ЛАВАН БЕЛОГО. То есть, таким образом мы обходим проблему использованием мужского и женского родов прилагательных в цвете. Если нам попадается, например, нечто, слово женского рода, например, КОС, СТАКАН. Мы хотим сказать КРАСНЫЙ СТАКАН, слово КОС в иврите женского рода. То есть, здесь у вас не написано, как будет КРАСНОЯ, только КРАСНЫЙ. Мы скажем КОС, БЕЦЕВА, СТАКАН ЦВЕТА. И дальше вы найдете нужное слово, например, КРАСНЫЙ. КРАСНЫЙ это будет АДОМ. АДОМ, например, АНИ ЦАРЫХ, МНЕ НУЖНО, МНЕ НУЖНО, КОС, СТАКАН, БЕЦЕВА, ЦВЕТА, АДОМ, КРАСНЫЙ. То есть, мы решили эту проблему очень просто. Теперь, зайдя на сайт АХАСНЫЙ.ОРГ, вы выбираете нужный цвет или нужный оттенок. Например, БЕЖЕВЫЙ, БЕЖ, ЖЕЛТЫЙ, ЦАГОВ, ЗЕЛЁНЫЙ, ЕРОК. Например, МАТОВЫЙ, МАТ, ЦЕВА, МАТ, МАТОВЫЙ ЦВЕТ. Например, РОЗОВЫЙ, ВОРОТ, ПРОЗРАЧНЫЙ, ШАКУВ. Любое слово вы здесь выберете и построите без проблем фразу. Даже если вы в иврите на данном этапе знаете 15-20 слов. Вам уже хватит, чтобы разобраться с этим разговорником. Для тех, кто интересуется прилагательными на более серьезном уровне, пожалуйста, посмотрите другие мои уроки. Записывайтесь на вебинары, записывайтесь на изучение иврита. Иврита со мной, бесплатные и платные вебинары. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok